3, 1, 4, 1, 2 Конечно, конечно, вы передвинули тройку, а значит, надо было, что называется, все остальное сбросить 3, 1, 4, 1, получите 4, 2, конечно Вот, так, хорошо, кто тебе дальше скажет? Тройку уже дальше нельзя 3, 2, 4, 1 Не то 3, 4, 1, 2 Еще раз, четверка здесь, четверка здесь Раз, два, три, четыре, пять Значит, что сейчас еще раз? 3, 2, 4, 1 Молодец 3, 2, 4, 1 Отлично, дальше что? 1, 2, 3 А у меня на 4 Четверку передаем на вторую позицию Правильно, а сюда пишем что? 1, 2, 3 Молодцы 1, 2, 3 сюда пишем, а четверка на вторую позицию Дальше 1, 2 двигаем 2, 4, 1, 3 Что такое 1, 2 двигаем? 1, 2, 4, 1, 3 1, 3 У тебя поняли? У меня есть блок из шести строк И я сначала пишу этот блок перед четверкой Потом четверку ставлю Ну, сдвигаю на один в этом блоке Да, 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 совершенно верно Сейчас у нас четверка на втором месте Я бы на вашем месте написал бы ее Написал бы ее 4, нет, и еще 4, и еще 4 Это уж точно А вот дальше смотрите, что надо делать У вас фактически есть 1, 2, 3 Надо сюда смотреть и сюда писать 1, 2, 3 2, 1, 3 1, 3, 2 дальше Да, дальше 1, 3, 2 1, 3, 2 Дальше у нас 2, 3, 1 2, 3, 2, 3, 1, 2 Замечательно Давайте я для того, чтобы было моим почерком Значит, опять делается понятно, да, то же самое 1, 2, 3, 4 Здесь ставится та самая стрелочка Разумеется, это не является стандартным математическим значением Но как-то надо Так, дальше теперь четверка Отвлекается на первое место Молодец Молодец А дальше берешь 1, 2, 3 Вон тот блок И просто сюда пишешь 1, 2, 3 Да? Сейчас все понимают, откуда она переписана? Да Здесь будет что? 4, 3 2, 5, 6 А если надо? 7, 8 и так далее Они все на месте Они все на месте И что произойдет сейчас? Очень важная вещь Очень важная вещь Что сейчас произойдет? Впервые 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 И вот дальше И вот дальше вы должны Смотреть, что сделать Вы должны взять Все вот это Впервые Впервые А вот сейчас Давайте поймем Как связано 1, 0 1, 0 Ну такое 2, 0 Так? 2, 1 2, 1 3, 0 3, 0 3, 0 Нет, не 3, 0 1, 0, 0 1, 0, 0 Дальше 1, 0, 1 1, 0 1, 0 1, 2, 0 1, 1, 1 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 Пока хорошо 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1 2, 0, 0 Все понимают, да? 2, 0, 1, дальше. 2, 1, 0. 2, 1, 1. Точно? 2, 2, 0. Недолго осталось. 2, 2, 1. Правильно? 3, 0, 0. 3, 0, 1. 3, 1, 0. 3, 1, 1. 3, 2, 0. Здесь будет 3, 2, 1. Здесь 1 с тремя мулями. Здесь 1, 2 нолика и 1. Здесь 1, 0, 1, 0. Нормально? И, наконец, здесь 1, 0, 1, 1. А теперь вопрос, господа. Простите, а как по перестановке сразу получить эти числа? Давайте подумаем. Вот давайте я вам выпишу какую-нибудь страшную и ужасную перестановку. И вы мне скажете, на каком месте она будет. Давайте-ка я возьму перестановку на 9 элементах. А что? Нормально. Перестановка на 9 элементах. Например, такая. 3, 1, 4, 9. 2, 6, 5, 8. 8, 7, и еще 7. Отлично. Понятно, что за сегодняшний день мы до этой перестановки не дойдем. Да? Но, тем не менее, в принципе, нашим способом дойти до нее можно, да? Да. Ну, если просить все свои дела и писать, писать, писать эти перестановки. Отлично. Значит, у нее номер какой-то есть. Для этого нужно понять, каков комбинаторный смысл вот этих чисел. Надо научиться эти вот числа получать не так вот по числу, да, долго-долго, а понять, что это такое. Первое число – это насколько сдвинулось самое большое. Первое, вообще-то, ребят, я их неправильно написал. Что это? Я неправильно написал. Вот эти вот числа. Я их принципиально неправильно написал. Объясняю почему. Потому что, помните, там были коэффициенты при фактореалах, да? Какие там были коэффициенты? А первое, второе, третье, а n и так далее, так? Так я и так и написал. А первое, второе, а третье. Вы понимаете, что будет происходить, когда у меня число до единичка увеличится? У меня везде здесь впишутся нулики, правильно? Идеологически неправильно здесь все написано. Надо писать не так, как я. Вот здесь вот один, ноль. А надо писать наоборот. Ноль, один. С младших разрядов к старших. И так будет намного понятнее. Я сейчас не поленюсь и везде это перепишу. Там, где было написано один, ноль, я напишу ноль, один. Здесь я напишу ноль, два. Здесь я напишу один, два. Здесь я напишу ноль, ноль, один. Ну и так далее. Количество инверсий. Молодец. Так это и есть количество инверсий. Вопрос, каких инверсий? Инверсий – это обратный. Знаете, да? Инверсий – это в обратном порядке. Инверсий – это переставленный. Так вот, вопрос. Все-таки, как же нам узнать эти вот числа, которые мельненько там написаны, по перестановке? У меня есть один, два, три, четыре, напишем. У единицы там будет всегда ноль, так что мы назовем их. У единицы ноль, потому что единица не может с предыдущими числами стоять в неправильном порядке. Замечательно. А у двойки что? У двойки надо посмотреть, влево есть ли числа меньшее. Есть ли в неправильном с двойкой порядке числа меньшее двойки? И сколько таких чисел надо написать? Это называется единица правее двойки или левее? Как для этой последовательности получить наши числа? Очень просто. Берем число один и ничего не пишем, потому что это не бывает чисел меньшее единицы. Замечательно. Берем число два. Сколько чисел меньше двойки стоят с ней в неправильном порядке? Ноль. Ноль. Потому что единица, однажды, перед двойкой, она и стоит перед двойкой. Значит, пишем ноль. Берем тройку. Сколько чисел меньше тройки? Два. Один и два. Два. Хорошо. Теперь, 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 теперь. Берем четверку. Сколько чисел из чисел один, два, три стоят с четверкой в неправильном порядке? Одно. Одно. Хорошо. Пятерку берем. Сколько чисел из чисел один, два, три, четыре стоят в неправильном порядке? Как это? А да, да, моль. Потому что они все стоят вперед Значит ноль Берем для шестерки Одно Для семерки Для восьмерки Для девятки Раз, два, три, четыре, пять Я теперь просто пишу нашу стандартную форму Ноль умножить на один факториал Плюс два на два факториал Плюс один умножить на три факториал Плюс, что там у нас Ноль на четыре факториал Пожалуйста, пишите, если я вам по-выскому Один на пять факториал Ноль на шесть факториал Что там дальше Один на семь факториал И пять на восемь факториал Да У семерки ноль Потому что все числа от одного до шести Стоят перед семеркой Для любого числа Мы подсчитываем Сколько чисел меньших, чем оно Стоят неправильно Понятно, да? Вот, отлично А это легко посчитать Давайте я выпишу Значит, это что такое? Это четыре плюс шесть Плюс пять факториал Здесь написано Плюс сто двадцать Да? Дальше семь факториал Пять тысяч сорок Значит, пять тысяч сорок И пять на восемь факториал Это Сколько там? Двести одна тысяча Шестьсот Двести одна тысяча шестьсот Ну, не такое большое количество удовольствия считать это Но, тем не менее, не так сложно Смотрите, что у нас получается Двести шесть тысяч Двести шесть тысяч Согласны? Сколько там дальше? Семьсот Семьдесят Вот Вот Я уверен Что сейчас Большинство людей Еще ничего не понимают Поэтому Давайте попросим Кого-нибудь Выйти к доске Давайте Выйти к доске И просто ткнуть пальцем В произвольную Из того, что у нас выписано И посмотреть Так там это Или не так Передедедед Передедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедед Поэтому ноль. А перед четверкой... Давай не берем, а после. Правее четверки... Правее четверки неправильно стоят 3 числа. Да, 1, 2, 3 стоят неправильно. Так, все, спасибо. Этого нет, не уходите. Эту строчку. Теперь возьмите строчку, которая вам нравится, любую, и объясните ее тоже. Отлично, давайте. Тройка должна быть соединится, она стоит неправильно. Да. 1, или тройка, и все правильно, 0. Или четверка, и... Она будет после четверки. Все правильно. Да, после четверки нет ничего из чисел 1, 2, 3, поэтому 0. После пятерки одно неправильно, и 4. И поэтому будет единица. Все, спасибо. Так, для любого числа подсчитываем, сколько меньших его чисел стоят справа от него. Спасибо.